Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте! В начале коротко о главном. Сменит костюм на военную форму. Руководитель администрации главы и правительства республики Алексей Гасанов подал в отставку и отправляется в зону специальной военной операции. Занижали цену другим, чтобы заработать для себя. Ряд сотрудников ДАК Техкадастра обвиняются в коррупционных преступлениях. Четверо погибших, 61 пострадавших. Такова неутешительная статистика ДТП на дорогах Дагестана за прошедшую неделю. С золотом на родину. Дагестанские вольники принесли медали сборной России на молодежном первенстве Европы. Начнем выпуск с неожиданных кадровых перемен в руководстве Дагестана. Сегодня стало известно, что заявление об отставке подал руководитель администрации главы и правительства республики Алексей Гасанов. Чуть позже сообщили, что чиновник отправляется в зону специальной военной операции. Глава региона Сергей Меликов официально пожелал ему хорошей службы и возвращения с победой. При этом пока нет точной информации, где именно будет нести службу Алексей Гасанов и в качестве кого. В ДАК Техкадастре учреждения под ведомственным Миномощенством Республики прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов. По итогам спецмероприятий ряд сотрудников обвиняются в коррупционных преступлениях. Как сообщает Следственный комитет региона, замначальника одного из отделов с другими специалистами брали взятки от владельцев недвижимости в Махачкале. Кадастровую стоимость строений занижали, чтобы уменьшить налоги. Получить за полгода участники аферы успели около 8 миллионов рублей. Четыре человека погибли и 61 пострадал за неделю на дорогах Дагестана. За этот период на территории республики зарегистрировано 39 ДТП. Среди пострадавших 15 детей, двух подростков, получивших травмы в разных автовариях в Кайкинском и Огульском районах, пришлось доставить бортом санавиации в Махачкалу для дальнейшего лечения. Тем временем в Дагестане продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В частности, активными темпами идет ремонт 14 километров от резка в Левашинском и Акушинском районах. Трасса республиканского значения обеспечивает транспортные и социально-культурные связи пяти муниципалитетов между собой. Также является альтернативной дорогой, ведущей к туристическому селу Кубачи. Ежедневно на объекте задействовано более 20 единиц спецтехники. До конца августа предусмотрен ввод в эксплуатацию участка протяженностью 5 километров. Завершение ремонта запланировано на конец сентября 2025 года. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. ДАГЕСТАН Сергей Меликов возьмет на себя расходы на организацию свадьбы для участника СВО из Дагестана Азамата Мамаева и его невесты Дарья. Пара познакомилась в военном госпитале, где работала Дарья, а Азамат проходил длительное лечение. Молодой человек сделал девушке предложение на концерте среди толпы. 47% туристов, которые посетили Дагестан в майские праздники, готовы повторно вернуться в республику в следующем году. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Институтом территориального развития Каспиум. Респонденты отметили, что в регионе есть большое количество интересных достопримечательностей, которые невозможно охватить за одну поездку. Это Сулакский каньон, Бархан-Сары-Кум, Матласское и Гунибское плато, Дербенская крепость, Салтинский водопад, Карадахская теснина, аулы-призраки Гамсутль, Старый Кахиб и Старый Гоор. Более 800 тысяч дагестанцев накопили долги по имущественным налогам, сообщает Республиканское управление ФНС. На начало мая общая сумма их задолженности превышает 6 миллиардов рублей. Согласно законодательству, требование об уплате направляется физическому лицу в течение года со дня выявления недоимки. В случае неисполнения требования, налоговая служба может обратиться в суд для взыскания суммы долга за счет имущества. Варварскую ловлю при помощи электроудочки пресекли в Кизелюртовском районе. В реке Терек браконьеры поймали 470 особей и экземпляров частяковой рыбы. Сотрудники рыбоохраны и росгвардейцы изъяли лодку, аккумулятор, сачок с электропроводами и преобразователь тока. Нарушители с места преступления скрылись. Собранные материалы переданы в полицию. В Дагестанском Исламском университете подвели итоги деятельности. Последние три года для ВОЗа выдались насыщенными. Яркие победы студентов и выпускников как на республиканских, так и во всероссийских конкурсах. На итоговое мероприятие, которое прошло в Центральной Джума мечети, собрались доктора исламских наук, богословы, проповедники, родители учащихся и педагоги. Своим присутствием почтил мероприятие муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Подробности в сюжете Айша Тухаевой. С самого утра в праздничной украшенной мечети собрались сотни людей, богословы из разных уголков Дагестана и России, преподаватели, диу, студенты и их родители. Мероприятие началось с чтения аятов Корана и показа итогового ролика о жизни ВОЗа. За добросовестный труд особо отличившимся вручили благодарственные письма и подарки от муфти республики шейха Ахмада Афанди. Призываю вас всех, тоже мы всегда благодарили Аллаха, особенно родителей, не только родителей мутаалимов, а родителей и муалимов. Когда мы благодарим Аллаха, Аллах говорит, еще больше увеличивает нам блага. Надо благодарить Аллаха за то, что Аллах вам внушил выбрать для себя путь изучения исламских наук. Мы могли бы выбрать, имея в виду родителей, разные направления, а вы выбрали путь изучения исламских наук. И дай Аллах вашим детям, Ильму нафи, амал мусалих, И чтобы вот этот нур, Почему я говорю нур? Это ильму, я считаю нур, А знание, знание у Блиса больше всех было. Вот этот нур, Чтобы Аллах вам дал возможность распространить на всю Россию. Родители мутаалимов в этот день по-особенному гордились своими детьми. Эти молодые люди с редкой искренностью и рвением постигают исламские науки порой вдали от родных. Шанисат Курбанова на мероприятие приехала из Астрахани, чтобы поддержать сына. Ее семья проживает там много лет. Маджлист для студентов ДИО – это особый повод приехать в Махачкалу. Я довольна выбором ребенка, поддерживаю его полностью. Самые лучшие отзывы, самые лучшие, что я могу сказать. Сын доволен, сын в восторге, что попался сюда. Этот год он заканчивает, он суккулент на данном моменте. Но сегодня он присутствует здесь. Студенты, которых награждали на мероприятии за отличную учебу, приложили немало усилий. Изучать исламские науки, да еще весь год, получать только отметки «Отлично» стоит большого труда. Все предметные дисциплины в ДИО проходят на арабском. Несмотря на то, что это иностранный язык для студентов, они добросовестно справляются с этой трудностью. Количество отличников учебы из года в год растет. Благодарность в адрес родителей и студентов прозвучала в этот день не раз. Ректор Дагестанского исламского университета Шамиль Алиханов также в своем выступлении отметил роль семьи в правильном выборе молодыми людьми жизненного пути. В Дагестанском исламском университете главная роль отводится учащимся. В исламе есть специальный свод правил о том, как нужно обращаться к преподавателю со студентами. Главное из них – быть добрым и терпеливым по отношению к тем, кого обучаешь. В свою очередь, секрет высокой мотивации учащихся ДИО – это стремление к довольству своего духовного наставника и преподавателей. Айша Тухаева, Хали Дахмаев, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. Новости НТ, Махачкала. Новости НТ, Махачкала. Новости НТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.